Сразу несколько новшеств в жилищно-коммунальной сфере. Чем старше, тем капремонт выгоднее. Так, от этих взносов освободили пенсионеров, которым за 80. 50-процентную скидку получили те, кому 70, а также инвалиды и родители детей с ограниченными физическими возможностями. А вот коммунальные счета у неплательщиков и тех, кто до сих пор не установил в домах счетчики на воду, вырастут почти в пять раз. Ужесточение штрафов коснется около 30% россиян. Автолюбители могут теперь оплачивать только 50% штрафа. Действуют льготы только в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Еще несколько поправок в настоящее время обсуждаются в Госдуме. Так, за трехкратное нарушение ПДД автолюбитель может лишиться прав. Без водительского удостоверения останутся и должники по штрафам и алиментам. Долг должен превысить 10 тысяч рублей. Эти поправки вступят в силу с 15 января. По-новому начнут проверять водителей на трезвость. Алкотестеры теперь будут фиксировать не количество алкоголя, а только его наличие. На надзорные каникулы с 1 января ушел малый бизнес. По словам экспертов, это избавит предпринимателей от придирок надзорных органов и недобросовестных проверяющих. Социальная сфера также не осталась без изменений. Работающие пенсионеры получат прибавку и вплоть до их увольнения индексации их касаться больше не будет. Расширились возможности использования материнского капитала. Теперь родители детей с ограниченными физическими возможностями смогут потратить эти деньги на медицинские изделия, коляски, тренажеры и реабилитационные мероприятия, которые помогут ребенку развиваться и полноценно общаться со сверстниками. Напомним, размер материнского капитала в 2016 году составит 453 тысячи рублей. Анна Солодкина, Новости дня.